Десять лет у нас был праздник, был бал. Но бал это такое ограниченное, ну, кто танцует, тем хорошо, но и нам смотреть было. Но сейчас наше братство, наша школа, наши преподаватели решили сделать что-то более серьезное. Это похвально, человек должен расти. И вот сегодня этот маленький принц, это будет такая вот хорошая, добрая история, которая, ну, и поучительная, и разведательная, и интересно просто смотреть и создать праздничное хорошее настроение. Так по-доброму приветствовал всех собравшихся в зале Центра молодежного творчества настоятель храма преподобного Серафима Саровского Протеерей Вячеслава. Собравшиеся – это прихожане храма, люди, которые после службы в честь праздника святых жен мироносец собрались на постановку, созданную их детьми и внуками. Музыкальный спектакль по повести Сент-Экзюпери «Маленький принц» был выбран не случайно. Изначально была задумка, в принципе, создать какой-либо спектакль. Так как у нас нет опыта ни у кого из педагогов именно музыкального спектакля, в принципе, самое популярное произведение, которое проще всего разложить на сцену, нам показало, что именно «Маленький принц», так как там есть перелеты на планеты, и все очень логично, можно завершить вместе там. Нам надо было, сложность задачи было объединить и воскресную школу, и взрослых ребят, и чтобы им это тоже было интересно. А это универсальная сказка, которая не только детская, но она и философская достаточно, что и взрослым было тоже интересно. Сюжет этой сказочной притчи состоит из двух линий. История летчика, которая связывает с привычным миром взрослых. Приключений принца, который открывает для себя реальность и учится понимать жизнь. Автор доступный, легко говорит о любви, добре, дружбе и милосердии, о том, что каждое живое существо на земле бесценное и неповторимо. Создатели спектакля воедино соединили историю Сент-Экзюпери, современную хореографию и вокал, а то, что сделали артисты, а это участники молодежного братства, в честь преподобного Серафима Саровского, ученики воскресной школы и взрослые, и прихожане просто потрясающие. Они вложили свои сердца и души в этот спектакль. Это произведение объединяет всех героев, в первую очередь, всех героев, и дает надежду на что-то лучшее, что-то такое светлое, радостное, доброе. Еще, наверное, любовь. Да, объединяет любовь, Роза, Маленький принц, все актеры очень загадочные, интересные. Вот, и само произведение, когда он оказывался на разных планетах, он что-то приобретал и в то же время чему-то учился. Я настолько проникся, что мне очень понравилось. Первый раз в такой роли, в таком участвую. Раньше занимался танцами вообще, музыкой. Вот как-то так случилось. Слава Богу за все. Спасибо нашей епархии, спасибо нашим батюшкам, братству Серафима Саровского. Спасибо за все. В большей степени эта постановка адресована детям. Скажите детям, что в день не везет, что в самый честный не будет предан, и только смелый он станет вечным своим об этом. Тонко передали участники театрального действия все переживания главного героя, маленького принца. Отчаявшись, потеряв веру в любого, он ищет смысл жизни, путешествуя по другим планетам. Он встречается с разными жителями астероидов, и у каждого из них есть отрицательные черты и пороки, свойственные нам, людям – тщеславие, хвостовство, гордыня. Музыка. 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 А еще жажда власти. Но одновременно с этим звучат и правильные посылы, которые озвучивает королева. С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть должна быть разумной. А как же заход солнца? Будет тебе заход солнца. Я потребую, чтобы оно зашло. Но сперва дождусь благоприятных условий, ибо в этом будет исправитель. Но все-таки центральное место в постановке «Маленький принц» занимает темы любви и дружбы, что действительно ценно. На что не жаль тратить время и жизни те истины, которые озвучивают на земле друзья маленького принца. И сегодня они актуальны и востребованы. Вот мой секрет. Он очень прост. Зорь, как одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за свою розу. Ведь только ее ты любишь по-настоящему. А я тебе останусь навсегда верным другом. Мы говорим о любви. Мы говорим в церкви о любви. Мы говорим на сцене о любви. Мы говорим в школе о любви. И поэтому не тяжело. Не тяжело соединять то, что есть у каждого человека. Главное достучаться. Достучаться до каждого сердечка. Юного сердечка, взрослого сердечка. И поэтому мы стараемся вместе. Мы стараемся объединить старших, младших, чтобы не были по отдельности. Вместе о любви. Потому что Христос есть любовь. Поэтому получается. Достучались до всех сердечек, как вы считаете? И как завершающий аккорд спектакля благодарность всем участникам этого театрального действа. Сладкие подарки, цветы педагогам и овации зала. Нариса Смолович, Дмитрий Литвиненко, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.